Привет, меня Сергей зовут. Сегодня разрисовываем гитару. Первое, мы должны понять, с чем работаем. Это классическая гитара, тут есть небольшой скол, не сильно приятно, но ничего страшного. И мы не будем снимать струны, то есть мы будем работать с окружностью гитары. Когда мы поняли, где и как мы работаем, задача что-нибудь накинуть, кинуть идеи, что и как это должно выглядеть. Поэтому их надо наскетчить. Теперь, когда все идеи готовы, можно и начать рисовать. Для этого потребуются поски. Что такое поска-пен? Это маркера, которые фантастически ложатся на любую поверхность. И их потребуется, к сожалению, много. Благо, цветов достаточно много. И орешки. Нужны орешки. Погнали. Ммм, фантастика. Еще нужно протереть поверхность. Для этого я возьму спиртовые салфетки и хорошо протру. Чтоб не было ни пыльки, ничего такого. И теперь, чтобы она была сухой, туалетной бумажкой. Потому что рисовать по-сырому никто не хочет. Ни я, ни маркера. Гитара лаковая, поэтому вряд ли будет ложиться идеально. Но на крайняк мы всегда можем покрыть сверху еще своим слоем лака. Главное не задеть струны. Лучше дать немножко подсохнуть. Потому что пока что они будут пачкать друг друга. Поэтому пока сохнет, просто будем накидывать самые разные. В самых разных местах. Поскольку я хочу еще все это залайнить сверху, лучше делать не самые тонкие элементы, чтобы потом все это было красивенько с лайн-артом. Много объектов получаются серыми. Поэтому, видимо, надо будет их баланс. Вот, важно, чтобы еще был хороший баланс цвета. Поэтому, видимо, серый будет таким основным объектом. Все упало. Теперь идти подбирать. Ай, фак. Ну вот, 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 вот. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Если вы давно подписаны, вы знаете то, что я очень люблю. И. У них сейчас проходит клевая движуха. По промокоду вы получите скидку 30%. Но. Нету минимальной суммы заказа. Весь прикол в том, что они теперь могут работать через приложение. То бишь, вам не нужно стоять в очередь. Вы просто делаете заказ в приложении. Приходите в нужное время. Все забираете. Все. Поскольку нету минимальной суммы. Кофе. Скидка 30%. Сразу забираете. Идете. Картошечка. Это же выйдет, ну, в копейки. Буквально в копейки. Вы просто захавать бургер по дороге. Выйдет в считанный, там, до 50 рублей. Это же фантастика. Поэтому промокодик. KFC в сердечке. Все ссылочки есть в описании. Промокод тоже. Все. Все там. И. 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 Часто бывают специальные предложения только для пользователей приложения. Пользуйтесь специальными промокодами. Получайте скидки и эксклюзивные подарки. И. Все. И сейчас, пока происходит спидпейнт, хочу немножко рассказать про то, что маркера немножко на самом деле подтекают и весьма странно ложатся. Но. Но. После засыхания они тонким слоем остаются на гитарке. Все нормально, все аккуратненько. Можно спокойно гладить пальцами. Единственное, что я подозреваю, это можно стереть. То бишь, какими-то влажными салфетками в дальнейшем протирать не стоит гитарку. Продувать пыль, протирать чем-то сухим, да, спокойно. Но влагу гитары в принципе не любят, а тут. Хе-хе, тем более. И. Мне очень рад, что получился такой стикерный формат. Изначально я сталкивался с мнением того, что. Чего ты хочешь разрисовать гитару? Лучше бы стикерами обклеил или что-то подобное. Да и плюсом очень популярно веяние того, что гитару обклеивают именно стикерами, а не разрисовывают. И я решил соединить все в одно. Я разрисовал ее так, что это выглядит как будто на ней просто куча стикеров. Такие минималистичные простенькие наклейки с толстым контуром. Это выглядит интересно, стильно, мне нравится. И я изобразил на ней все, что я люблю. Какие-то отсылки, идеи. И все такое. То есть тут есть омаж на несколько аниме, которые я очень люблю. На некоторые блюда, которые мне нравятся. Несколько надписей, которые преследуют меня постоянно. Будь то иероглифы, которые для меня что-то значат. Будь то материалы, с помощью которых я работаю. Как, например, камера, микрофон, палитра, перо, баллончик с краской, маркер и так далее. Катана и японские ворота, как обозначение того, что мне очень нравится японская культура. Вы можете детально сейчас рассмотреть то, как это выглядит, как и что на нем изображено. И да, тут есть это, как ее, хачапури-паджерский. Фак, я обожаю хачапури-паджерский. Очень вкусно. Детально рассмотреть все это вы можете спокойно. Напишите в комментах, чтобы было на вашей гитаре. Вот мне очень интересно, чтобы вы изобразили, если бы у вас была такая возможность. Какие бы отсылки, как бы вы это сделали. И в принципе, наверное, все. Мне больше сказать нечего про эту гитарку. Единственное, что еще хочу вам кое-что показать. Это чехол. Да, я забыл снять сразу, поэтому вот сейчас покажу. И он выполнен совершенно в другом стиле, нежели гитара. Но мне он супер нравится. Он такой готический. Тут с черепочком сверху обозначение Узумаки. И это еще похоже на спираль, которую используется в Грунлагоне при его заведении. И это потрясающая двойная отсылка. В принципе, наверное, все. Погнали работать с гитарой дальше. И чтобы исполнить последнюю песню, ее надо настроить. Поэтому идем в тюнер и настраиваем. У меня есть танки. У тебя есть танки? Простите. Нет. У меня есть тюнер. У тебя есть танки. У тебя есть танки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok